Куда большую внимательность проявили сотрудники столичного наркоконтроля. В Минске задержали человека, который разносил плохие подарки. Наркотики. Если быть точным, психотропы. При себе у юноши находился реагент, с помощью которого и могло быть приготовлено зелье. Порошок был расфасован по пакетикам. Задержанный утверждал, что привез все это для себя. Но явно молодой человек лукавил. В момент задержания он находился под подпиской о невыезде и ожидал суда. Да, отвечать должен был также за хранение наркотиков. Алена Лешкевич от тех, кого ничему не учит жизнь. На пути к исправлению парень решил взяться за старое. Находясь на подписке о невыезде, молодой человек решил не тратить время зря и подзаработать. По дороге на судебное заседание, которое должно было состояться в Минской области, молодой человек решил остановиться в столице. Возле одного из магазинов мужчину и задержали. В карманах у него находилось несколько пакетиков. С особо опасным психотропным веществом. Что парень делал возле магазина, можно предположить, с учетом, что вещество было уже расфасовано. Всего у него обнаружено почти 4 грамма психотропа в порошкообразном виде. Это реагент, который разводят в жидкости и ею опрыскивают курительную траву. Поэтому можно с уверенностью сказать, что найденная порция достаточно большой объем. Ее хватило бы на множество доз. Во время задержания молодой человек попытался избавиться от части вещественных доказательств, а именно от кулька с веществом растительного происхождения, обработанным уже данным психотропным особо опасным веществом. Это заметил старший охранник данного магазина, о чем незамедлительно сообщил сотрудникам милиции, которые впоследствии отцепили место происшествия и вызвали следственную оперативную группу. Уже потом выяснилось, что задержанный не доехал до суда, где ему должны были вынести приговор все по той же наркостатье. Есть предположение, что мужчина причастен к сбыту психотропов по стране. Вероятнее всего, так называемые закладки он делал в своей Брестской области, а также и по Минску. Алена Лешкевич, Денис Гатила, Зона Х, Минск.